Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео нас с вами ждет коробка сайта iHerb. Я знаю, что вы любите такие видео, и я тоже люблю такие видео, и снимать, и в общем заказывать все с сайта iHerb. Сегодня мы с вами начнем с декоративной косметики, а конкретно с новой палетки от моего ныне одного из самых любимых производителей теней, что довольно неожиданно. И давайте скорее покажу вам и расскажу и про палетку, и про все остальное. Как вы можете помнить, некоторое время назад я вам показывала две палетки, которые называются Peach и Beres от бренда Bis. Bis это австралийский бренд косметики, который одновременно бюджетный, и как оказалось, он очень классный. Они делают вот такие вот палетки теней, ну и много разной другой косметики, но на iHerb представлены преимущественно именно их палетки. И понятное дело, что это очень похоже на тени Urban Decay, но они, как ни странно, за там 700 с небольшим рублей, может сейчас по курсу они стоят уже чуть дороже, они просто невероятно классные по качеству. Они яркие, они очень пигментированы, они хорошо растушевываются, они хорошо выглядят, они не осыпаются, они вот прям всем хороши. И если вы не смотрели по какой-то причине мои старые видео про вот эти палетки, то я вам очень советую посмотреть видео про эти палетки. Мы даже с вами тестировали, по-моему, вот эту вот ягодную палетку в одном из роликов. Я оставлю ссылку внизу под этим видео и вообще к ним присмотреться, потому что они просто супер. Вот давайте вам покажу еще разок их. Вот такая вот Peach палетка и еще сейчас открою для вас ягодную. Ну и вот такая вот ягодная. И я думаю, те, кто вообще эти палетки заказывал с сайта iHerb, замечали, что у них есть еще одна, которая называется Matte, то есть матовые оттенки. Она, наверное, больше всего похожа на тени от Urban Decay по именно подбору. На самом деле она очень похожа на тени Naked Basics, то есть вот именно такой подбор, как вот в этих вот двух маленьких базовых палеточках. Когда я их получила, я была, знаете, немножко так скептически настроена, потому что, ну, целая палетка матовых теней, как бы зачем она нужна. Но когда я их начала использовать, я поняла, что они опять-таки очень классные. Это действительно супер пигментированные, супер красивые тени. И, конечно, здесь вот эти вот все оттенки, они, знаете, довольно близкие между собой по виду. Но когда вы их наносите на кожу, вы все-таки видите довольно такую существенную разницу. И что интересно, здесь есть более теплые, есть более холодные оттенки. То есть, в принципе, для любого цвета кожи они подойдут. Единственный минус с этой палетки, по моему мнению, это то, что вот прям совсем темных оттенков здесь всего два. То есть, если бы их было, например, четыре, на мой взгляд, было бы лучше. Но, опять же, вот из всего того многообразия бюджетных всяких матовых палеток, которые есть сейчас на рынке, вот именно в базовых, в таких нюдовых оттенках, я считаю, что это просто чемпион. Она очень классная, и, наверное, соревноваться она может только с палеткой Эльф, которая называется Matte for Matte, с того же сайта iHerb. Там, по-моему, 10 оттенков, и стоит она где-то рублей 600, ну, то есть 10 долларов. Вот это вот немножко подороже, но, соответственно, оттенков здесь больше. Вот прям обязательно, обязательно, если вы любитель палеток теней, обратите внимание на этот бренд Биз на сайте iHerb, потому что он действительно очень классный. То есть, уж какое видео вам про это рассказываю. Итак, продолжаем дальше. Забыла вам еще рассказать вот про эти палетки, какой в них есть минус. Единственный минус в этих палетках заключается в том, что у них безумные зеркала, которые вообще никуда не годятся, и они абсолютно кривые. Если вы в них смотритесь, то вы рискуете просто упасть куда-нибудь под стол через 5 минут, когда у вас глаза просто перекрестятся вот так, и вы уже ничего не сможете ни видеть, ни слышать, ни вообще ощущать. То есть зеркало конкретно это не зеркало, это просто какой-то, знаете, как в детских наборах раньше такие были, как бы зеркала, но не зеркала, в которых ничего не видно, и у вас один глаз вот сюда плывет, а другой сюда, когда вы в них смотритесь. Так что опасайтесь, зеркало это не то, что вам кажется. И дальше давайте мы с вами перейдем к марке Physicians Formula, про которую я вам недавно уже рассказывала, конкретно про их новые хайлайтеры. Вообще вот эта вся история с маслом Муру Муру, с вот этими интересными текстурами у них началась очень еще давно, когда, я уже тут, видите, чтобы добраться до нужных вещей, все достаю, когда они выпустили вот такой вот баттер бронзер. Это супер известная вещь, которая просто произвела невероятный фурор в бьюти-сообществе, потому что это невероятно классный бронзер. Он имеет аромат средства для загара, ну или автозагара, как кому больше нравится, такой абрикосовый вот эта отдушка, очень приятная. Он супер кремовый, он очень красивый, он великолепно ложится на лицо, он супер классно выглядит, то есть он прям хорош всем. И здесь еще по заявлению производителя, так как и в его составе, очень много разных масел, он якобы увлажняет кожу, но про это, знаете, можно поспорить, потому что, ну все-таки это декоративная косметика, и даже если он что-то там и увлажняет, это настолько вообще капля в море, что едва ли стоит обращать на это внимание. Потом они выпустили румяна, тоже из вот этой линейки, они назывались Butter Blush, они также есть на iHerb. Та же самая история, то есть они такие же кремовые, они такие же приятные, очень хорошие. И теперь они выпустили хайлайтеры. Вот этот хайлайтер я вам уже показывала, он в оттенке шампанское, и он на самом деле прям супер-супер золотистый. Он невероятно яркий, давайте я вам его сейчас покажу, вот просто даже на руке вы увидите, видите, какой он супер сияющий, ну просто, ну вот невероятно яркий хайлайтер. И мне он очень понравился, тоже он такой вот кремовый, вы когда трогаете, вам кажется, что это вот что-то такое скользк-кремовое в этой баночке, хотя по сути это сухая текстура. И мне он очень понравился, но он для меня все-таки очень золотой. Вот именно, чтобы применять его на лицо, он прям очень яркий, очень такой желто-золотистый. И когда я ездила недавно в отпуск, я его брала с собой, и я его просто наносила на все тело, на ноги, там на руки, когда вечером хочется такого сияния, чтобы красиво в платье куда-то выйти, на загорелой коже, прям вообще, ну вообще красота. И я решила себе заказать еще два хайлайтера, чтобы использовать их конкретно на лице. Я заказала вот такой вот, который называется Pink, ну что логично, и жемчужный, вот такой вот бело-серебристый. Мне больше всего понравился вот этот, потому что он, ну прям такой, мне кажется, подходящий по оттенку кожи. И сейчас тоже вам покажу вот это вот, золотистый в компании с серебристым. У них у всех вот этот потрясающий запах, очень приятный. И последний это розовый. Кстати, розовый очень схож по оттенку с румянами. И вот это вот третий розовый. Очень, очень красивый хайлайтер, очень легкий в применении. Единственный момент, что с ними можно немножечко как бы перестараться, потому что они настолько яркие, что первый там раз или два вы, наверное, хватанете лишнего и нанесете слишком много. Ну ладно, переходим с хайлайтерами. Очень советую вам вообще вот эту всю линейку Butter Bronzer, хайлайтер, румяна от Physicians Formula, потому что она очень классная. Дальше, что у нас здесь? Это увлажняющая база под макияж от бренда Etude House. Вообще, когда я ее заказывала, я думала, что это будет что-то больше похожее на мой любимый фейсблор от Etude House. Кстати говоря, я очень часто его использую в видео, правда не сегодня. И когда вы меня спрашиваете, почему у меня там как-то красиво сияет лицо, чаще всего это потому, что я сначала наношу вот эту вот сияющую базу, которая дает ровное сияние, а потом сверху наношу какой-нибудь матовый тональный крем. И я думала, что вот это, это будет, ну опять же, что-то похожее на деле. Это больше похоже на именно гель увлажняющий, который супер такой водянистый, он впитывается сразу в кожу, вы сразу чувствуете увлажнение. И плюс в нем есть вот такие вот отдельные сферы. Они все разноцветные, есть розовые, голубые, желтые. То есть они обладают как бы двумя свойствами. С одной стороны, это такая небольшая цветокоррекция, а с другой стороны, в них содержатся разноцветные блестки, которые дают такое ровненькое сияние, и вот немножечко-немножечко заметно какие-то блестки конкретные. Забавная текстура этого средства, если вы вообще знакомы вот с такими вещами, где там внутри какие-то шарики в какой-то жиже болтаются, то вы знаете, что когда вы их наносите, они у вас как бы давятся на кожу, и получается сначала что-то непонятное, и поэтому их надо хорошо распределить руками. Мне понравилась эта вещь, потому что она придает вот это красивое легкое сияние, и плюс она еще очень хорошо увлажняет кожу. Ну и вообще я очень большая поклонница бренда Etude House, вы сейчас еще про него услышите, я вот прям очень его люблю, и всячески приветствую все их новинки. И вот как раз одна из таких новинок, это вот этот вот новый крем в формате желе. Это линейка, которая называется Moistful Collagen, я ее обожаю, я постоянно ей пользуюсь, я все время ее заказываю, у меня есть и крем из этой линейки, и тонер из этой линейки, и это как бы мой базовый уход за лицом, самые часто применяемые мной средства. В моих видео про корейский уход вы про них все время, в принципе, слышите. А это, в принципе, то же самое, но это именно в формате желе, то есть как бы тот крем, он гелевый, совершенно не жирный, никакой жирной пленки, он супер такой гелевый, а здесь вот прям такой желейный, то есть смотрите, там вот так вот все мотается, болтается и дрожит. Классная текстура, и когда вы его наносите на лицо, он тут же начинает таять, тут же превращается в водичку. Хорошо очень увлажняет кожу, единственный момент, что он, скорее всего, не подойдет тем, у кого сухая кожа, потому что он, скорее, рассчитан для нормальной, для комбинированной и для жирной кожи. Если у вас кожа сухая, вам не хватит от него увлажнения. Что у нас дальше? У нас дальше еще несколько корейских разных вещей. Ну, сначала давайте мелько вам покажу куриные кусочки, которые я заказываю в каждом своем заказе с iHerb. В этот раз я заказала две штуки, потому что коты мои их обожают и все время их требуют. И когда они заканчиваются, у них настолько обиженный вид. Я им показываю вот эту пустую баку, они прям такие сидят, оба смотрят на меня, и я вижу, какой упрек в их глазах, и мне становится просто очень стыдно, что у меня нет новеньких этих вещей. Дальше пудра Innisfree. Это пудра, которая называется No Sebum. У меня такая пудра в фаворитах, но она у меня прозрачная. Почему-то я ее сейчас не могу найти, не помню, куда я ее делала. Но опять же, кто давно смотрит мой канал, знает, что я постоянно ее использую в каждом видео, и я люблю вот эту прозрачную пудру, которая выпускается как в прессованном варианте, так и вот в таком вот варианте рассыпчатом. Это как бы продолжение той пудры, но если та пудра абсолютно матовая и прозрачная, то вот эта, во-первых, пигментированная, она имеет бежевый оттенок, а во-вторых, она имеет немножко такой сатиновый финиш, то есть чуть-чуть она так подсвечивает кожу. Тоже мне очень понравилось, но ты знаете, по моему мнению, это абсолютно одна и та же пудра, просто вот кому-то хочется именно бежевый оттенок и такой сатиновый финиш, а кому-то нужна прозрачная и матовая. Но мне, в принципе, та и та нужна. И, кстати, я не видела, но я надеюсь, что у них есть еще вот такая пудра в прессованном формате, потому что ее очень удобно с собой носить в сумочке. Обычно в сумочке я с собой ношу именно какую-то пигментированную пудру. Если на лице возникает, ну, какой-то, знаете, мелкий недостаток, там какой-то маленький прыщик или какое-то покраснение, раз-раз так пудры вот этой пигментированной все закрыл, и уже ничего не видно. Еще хотела вам показать, купила новую маску от бренда Елизавета. Это популярный корейский бренд, который производит огромное количество всяких безумных масок. Мы с вами их тестировали много раз. И у этого бренда есть некоторые средства, которые мне прям очень нравятся. Вот эта маска, которая имеет какое-то бриллиантовое сияние, маска-пленка, которую вы отрываете. Ее я не попробовала, поэтому ничего вам говорить про нее пока не буду. Мы в каком-нибудь из видео с вами конкретно ее протестируем. А вот что мне очень нравится от этого бренда, я заказала еще одну штучку в подарок подруге. Это вот такая вот сыворотка, 97% гиалуроновая кислота. В одном из прошлых видео я вам ее уже показывала, и она на меня произвела такое огромное впечатление, потому что это вот просто какой-то, знаете, когда я была маленькой, у меня была такая фантазия. Я не знаю, в каких фильмах я вообще этого насмотрелась. Мне, я знаю где, в рекламе, баунти. Точно я там это увидела. Про какой-то остров, вот что вы, например, в жаркий летний день идете по необитаемому острову, по джунгалям, и там есть какой-то небольшой такой оазис, лагуна, в которую впадает водопад. И мне представлялось, что это, знаете, такая прохладная вода, куда вы ныряете, и как вам приятно, как она там струится по вам. И, в общем, это все. Опять же, я это увидела в рекламе баунти. Ну, все понятно, райское наслаждение. И вот это вот, это что-то вроде этого. Казалось бы, да, 97% сыворотка, гиалуроновая кислота, но вот придает мне какие-то именно такие ощущения, что вы ее наносите, и вы настолько чувствуете вот это увлажнение, особенно если ее хранить в холодильнике, что это просто поразительно. Я ее наношу после тоник, либо тонера, но перед увлажняющим кремом. Но иногда я просто забываю уже наносить увлажняющий крем, настолько она вот классно увлажняет кожу. Прям очень вам рекомендую, если у вас есть проблемы, да что ж такое везде кошачьи волосы. Если у вас есть с этим проблемы, с сухостью кожи, вот прям попробуйте, уверена, вам очень понравится. От райского наслаждения в голубых лагунах перемещаемся к потным историям. Это звучит просто ужасно. Решила попробовать дезодорант, который называется Arm & Hammer, который, опять же, имеет этот бренд. Называется так, имеет название Ultra Max. Это якобы суперсильный антиперспирант, который вот прям невероятно хорошо действует, предотвращает вообще возникновение, ну, выделение пота, да, и также уменьшает какие-то неприятные запахи. Полностью их ликвидирует. Как-то вообще странно я это описывала. Вообще, конечно, дезодоранты, это такая тема своеобразная. Но я заказала один для себя, который имеет пудровый запах. Он, ну, такой, знаете, немножко душноватый лично для меня. Я люблю что-то посвежее, но именно как антиперспирант, он действует просто суперклассно. То есть, реально он выполняет свои задачи, которые перед ним ставятся на все 100. То есть, вы намного меньше потеете. В принципе, я уже про это рассказывала. У меня как бы нет такой проблемы, как очень повышенное какое-то потоотделение. Но все равно, когда у вас какая-то важная встреча или что-то такое, вы можете оценить действие этого антиперспиранта. И еще один заказала, который, я думаю, больше интерес вызовет у вас. Это для мужа, и он абсолютно не имеет аромата. Если вы смотрели видео про распаковку пиар-посылок вместе с моим мужем, то вы знаете из того видео, что он очень настороженно относится к любым запахам. Ему не нравятся какие-то отдушки в разных средствах. Ему не нравятся парфюмы и духи. И вот этот антиперспирант вообще без запаха. То есть, он выполняет, опять же, все свои функции, но ничем не пахнет. И я уверена, что для многих мужчин, это, кстати, очень принципиальный момент. И для многих женщин тоже. Если вот вы как-то реагируете на разные отдушки, то я уверена, вам эта вещь понравится. Вот такое мыло для рук от Джованни. Даже не знаю, что вам про него подробно рассказать. Эта марка мне тоже очень нравится. Я от нее много уже чего покупала. И вот это мыло я заказываю второй раз. Оно хорошо просто отмывает руки. Даже от каких-то, знаете, от сводчей, от всяких. И плюс к тому, оно их увлажняет. У него потрясающий аромат грейпфрута. То, в общем-то, из-за этого аромата во многом я его и заказываю повторно. Еще одна потрясающая просто ароматная вещь. Это вот этот скраб для тела от марки, которая называется Три Хат. Я недавно вам рассказывала про эту марку. Я покупала просто потрясающую. Все-то у меня потрясающее. Мы опять с вами все потрясены просто Айхербом. Замечательный гель для душа. От них я говорила, что я обязательно закажу что-то еще, потому что мне очень понравился этот бренд. У них очень ароматные средства. Очень приятные, очень классные. И это скраб, который, во-первых, хорошо скрабирует, потому что там много скрабирующих частичек. Я так понимаю, что основной ингредиент там, скорее всего, сахар. Это похоже на сахар. И он великолепно пахнет именно розой. И, кстати, это... Да, сахар, правильно он так и называется. Он с маслом ши и с ароматом марокканской розы. Запах здесь... Ох, ну вообще просто уносящий куда-то вдаль. Видимо, тоже в рекламу баунти. Ну и самое последнее на сегодня это вот такой огромный-огромный бальзам от корейской марки Skinfood. Мне очень нравится эта марка. И, кроме того, я в последнее время поняла, что у меня вообще-то нет ни одного бальзама для волос в ванной. У меня либо вот эти low shampoo от LSEF стоят, либо у меня маски разные для волос, которые я постоянно использую. И как-то вот хотелось чего-то такого попроще. Просто какой-то бальзам раз нанес, быстренько там, не ждешь, когда эта маска впитается. Буквально минутку подержала, и все, смыла, и волосы должны быть намного лучше. Хороший бальзам, тем более, что это именно бальзам с органовым маслом. И у меня был похожий от бренда Nature Republic, который мне очень нравился. Я решила попробовать еще от Nature Republic, тем более... О, господи, от Skinfood. Тем более, здесь какой-то огромный объем, 500 миллилитров, и он, ну, как бы сравнительно недорогой за такой объем, если сравнивать, например, с тем же Nature Republic. Хороший бальзам, реально увлажняет волосы, они легче расчесываются, они хорошо выглядят, но он все-таки такой легкий. Это не маска, это именно бальзам. Вот такой вот на каждый день очень приятный. У него, кстати, еще очень-очень приятный аромат. Видите, все сегодня такое ароматное, все красивое, все классное. Ну, там, за исключением вот этой маски, потому что ее я не пробовала, за исключением этого дезодоранта, который не имеет никакого аромата. В общем, спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам, чтобы сегодняшний день был у вас наполнен великолепными ароматами любви, счастья, хорошего настроения и радости. Ну и, конечно, до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok